великий старец нашего времени схи архимандрит христофор никольский при жизни старец был известным своей высокодуховной жизнью подвижничеством прозорливостью дарами исцелений однако не настолько чтобы о нем знали в россии все христиане многочисленные свидетельства его чад и людей соприкасавшихся с ним уникальны но более всего уникальные страшны сами по себе его пророчества они настолько серьезны что некоторые очевидцы его откровений просили не упоминать их имени при публикациях а некоторые не публиковать эти пророчества вообще но все эти пророчества носят не частный характер а общецерковный и вселенский тем более что все пророчества приводятся по воспоминаниям ни одного а минимум нескольких человек и радиакон авель семенов жизни описания схи архимандрита христофора старца евгения леонидовича никольского годы жизни 1905 1996 год часть 2 в туле он носил город хворост последним куском хлеба который получал по карточке делился со своим восьмилетним племянником пришедшим к нему из калуги помогал при храме был за псаломщика пел на клиросе еще находясь калуги батюшка обратился к тульскому архиепископу антонию марценко высказал ему свое желание стать священником по примеру моего родителя писал батюшка в своем прошении владыки мне бы хотелось если господь благословит и будет благоугодно вашему высокопреосвященству послужить церкви божией в качестве священнослужителя батюшка просился направить его в село себина служившему там отцу макарию с которым заранее договорился объяснял он эту просьбу просто в калужской епархии не было свободных мест для служения потому что после оккупации военных действий все было в разрухе с прошением батюшка прилагал и отзыв рекомендацию епископа калужского и боровского преосвященнейшего анисифора и настоятеля своего приходского храма прото иерея григория лысяка репрессированного в 1948 году в тульской епархии в священниках тогда была острая нужда и владыка благословил но как это бывало в советские годы он ничего не мог сделать без разрешения оперуполномоченного в тульском облсполкоме уполномоченный гпу при соумении по делам русской православной церкви проверил евгения на надежность и допустил к рукоположению господь видимо сокрыл от оперуполномоченного причину появления евгения в тули чтобы он беспрепятственно встал на путь своего призвания рукоположили его в кафедральном всехсвятском соборе в сан дьякона в 1947 году в возрасте 42 лет и тут же направили в село себена епифанского района на родину блаженной матронушки храм успения божьей матери и сбылось тогда предсказание блаженной что в селе откроют храм и там будет служить монах да какой еще монах прослужил батюшка в себе на 6 месяцев помогал настоятелю отцу макарию восстанавливать храм батюшка очень сильно его полюбил и келейничал у него когда он с ним познакомился неизвестно может через маму всегда привлекавшую людей своим обаянием и общительностью может через кого-то другого а лучше сказать через благодать которая только одна и делает людей родными по духу потом уже отец макари стал его духовником он был из репрессированных сидел 18 лет в лагерях и был очень духовно сильным еще до заключения он служил плавский был там настоятелем храма преподобного сергия радонежского это было в 50-х годах храм чудо и его надо было восстанавливать в то время был большой религиозный подъем и народа к нему приходило множество даже приезжали из других городов чтобы только побывать на пасхальной службы посмотреть на него последствии батюшка не раз служил в этом сергиевском храме отец макарий любил службу что все было чинно красиво приходил храм всегда в мантии клобуке с посохом и был величественный как архиерей и даже когда был в деревнях по требам то таким своим внешним видом производил сильное впечатление и женщины все плакали он был очень смелый никого не боялся приходил в райком и говорил мне нужна машина досок и утром машина уже стояла у храма или например если видел что на территории храма находятся громкоговорители он их снимал не считаясь властями это конечно им не нравилось батюшка говорил что отец макарий был всегда самим собою и никогда ни на какие компромиссы не шел за это и попал на колыму прямота и правдивость были его отличительными чертами батюшка вспоминал мы ходили в спаская по одному селению а народ весь вышел и пели все христос воскресе и когда мы шли мимо власти то его туда вызвали он пошел ему говорят ты скажи чтоб они не пели христос воскресе а он отвечает я священнослужитель запретить им этого не могу это вы скажите сами а они нас не послушают возражают и тогда отец макарий говорит это значит вы не имеете авторитета перед народом когда отец христофор был еще диаконом евгением то стал свидетелем случая когда отец макарий своей молитвой не пустил грабителей в храм они замок вскрыли а войти в храм не могли на них напал ужас страх и оцепенение отец макарий в это время стоял с воздетыми руками и молился когда опевали отца архимандрита макария соборе всех святых некоторые видели столб огненный над его гробом до самого неба вообще тульская земля славно своими подвижниками здесь подвязались прославленные и еще не прославленные святые блаженная матрона московская блаженная поленька ракитная блаженная ефросиния калюпановская блаженный иоанн тульский преподобный макарий жабынский схи архимандрит эринарх и ставаркова схимонахиня сепфора шемякина блаженная юродивая дуняша не опустившая своими молитвами немцам в тулу она каждый день рано рано утром обходила крестным ходом даже под бомбежками вокруг города так и говорила что я ключиками тулу заперла это только святые прошедших девятнадцатого и двадцатых веков это далеко не все а сколько их было восемнадцатом семнадцатом шестнадцатых веках сколько тех бесчисленных безымянных воинов павших на куликовом поле отец христофор говорил что всю тульскую землю еще в смутное время исходил святитель николай что он очень любит тулу и является ее покровителем именно тогда и был явлен на болоте его чудотворный образ николы с мечом и недалеко от места явления был построен храм который так и назвали никола болотный батюшки об этом было очень много открыто и одно из своих чат он подробно рассказывал о тех временах однако по давности лет из-за обилия информации ее необычности путаницы изложения по датам именам и событиям эти воспоминания не представляется возможным изложить достаточно подробно отметим только то что было восстановлено в памяти абсолютно точно отец христофор говорил что священномученик патриарх ермоген еще до того как стал священником и служил в казани был то ли воеводой то ли начальником одного из трех воинских отрядов сражавшихся в 16 веке против литовцев на тульской земле тульская земля была тогда пограничной с литвой и литовцы очень часто нападали пользуясь трудностью положения молодой российской империи положение было тяжелым и в этот момент как раз и был явлен чудотворный образ святителя николая в этом все увидели знамение божие тули покровительствует святой николай угодник и после обретения иконы прямым участником которого был ермоген он решил сложить оружие принять сан и стать в ряды духовных воинов потом уже после обретения в 1579 году чудотворной иконы казанской божьей матери будущий патриарх подарил тули чудотворный список с подлинника казанской иконы этот чудотворный список хранился в туле до самой революции 1917 года с ним ежегодно объезжали все города и веси губернии с крестным ходом и для сбора пожертвований при этом матерь божия творила много чудес поэтому отец христофор очень почитал казанский образ пресвятой богородицы тем более что чудеса от нее и помощь в недавно прошедшей страшной войне были у всех верующих на слуху все знали как ее почитал маршал жуков в келье батюшки стояла большая казанская икона и приходящие к нему неоднократно видели как от иконы исходил неземной свет порой ослепительный да и батюшка сам весь светился и был как неземной матерь божию батюшка очень любил часто читал ей акафисты особенно казанской иконе читал ежедневно 150 раз богородицы дева радуйся и всех других наставлял читать особенно когда на сердце охлаждение а однажды его заметили молящимся перед этой иконой не только в ослепительно огненном сиянии но и стоящим на воздухе полуметре от пола и ангел ему часто предстоял и за окном его келье часто видели лик ангела но вернемся к жизни отца христофора по рекомендации протоиерея федора чемагина 6 июля 1947 года владыка антоний марценко в успенском храме города богородицка рукоположил диакона евгения целебатом сан священника священство батюшка воспринимал с трепетом для него это было обличение во христа прямое исповедничество христа на его глазах духовенство бесследно исчезала в сталинских лагерях всеобщее презрение насмешки издевательства тогда были нормой жизни священника поэтому принимая сан он в любой день был готов повторить участь многих тысяч своих собратьев по духу это сейчас в секуляризованном сознании общества священство воспринимается как власть почет уважение связи иномарки встречи на высшем уровне а тогда это было не паломничество на святую землю а кровавый путь на свою голгофу тогда сан это уже подвиг сохранилась и ставленническая грамота и допрос ставленнику перед рукоположением во священника подписанной рукой батюшки рукоположил его в конце июля 1947 года владыка антоний и направил отца христофора село ченцово храм святого мученика александра римского где батюшка прослужил настоятелем до 1955 года все бенцы батюшку не хотели отпускать написали трогательное прошение владыке с просьбой оставить дорогого и любимого пастыря потому что он очень ревностный и действительно живя за 6 километров от храма отец евгений ежедневно приходил церковь ежедневно общался с прихожанами требничал и уходил домой а таких священниках жители села и не слыхали то никогда все отцы старались жить рядом со своим храмом свободное время быть в кругу семьи а этот батюшка и день и ночь при храме и все с прихожанами и все с молитвами с требами и не сказка это никакая а наяву полюбили его за это очень полюбили но владыка был непреклонен а когда вскоре владыка перевел батюшку из ченцова в черн то и прихожане александровской церкви обратились к нему с просьбой вернуть сиротам духовного отца так за кратчайший срок они успели его полюбить видимо эти прошения затронули то ли самолюбие владыки то ли его убеждения но за такое рвение прихожан он запретил батюшке на полторы две недели священнослужения объясняя свое решение дерзостью молодого священника и ссылаясь на 55 апостольское правило в котором говорится если кто из клира до садит епископу да будет низвержен впоследствии епархиальные владыки направляли батюшку на восстановление многих храмов у поселки черн покровский храм батюшка был недолго 1955 1956 годы затем село куркино 1956 год поселок епифань 1956 село винил монастырь 1956 1957 а с 1958 года и до самой смерти батюшка служил в храмах тулы был секретарем епархии долгое время более 40 лет духовником епархии на должность духовника епархии с 1 марта 1969 года батюшку определил архиепископ варфоломей гондаровский это малопримечательная внешне биографическая справка на самом деле сыграла огромную роль в воспитании и формировании у духовенства епархии истина духовного и святоотеческого отношения к своему призванию как можно дать то чего не имеешь как можно наставлять в том чего сам не достиг а отец христофор к этому периоду своей жизни уже был одарен от бога многими дарами духа святаго и все что имел сам отдавал своим собратьям пастырем у батюшки была какая-то особая дружба и особые духовные отношения с протоиереем михаилом чудаковым она завязалась видимо с тех пор когда отец христофор тогда еще молодой священник евгений служил в успенском храме богородицка а отец михаил был еще диаконом родные по духу они нередко друг другу приезжали направляли друг другу своих чад оба были молитвенниками чудотворцами прозорливцами безмездными врачами и оба были строги в духовной жизни за танцы например отец михаил давал по тысячи поклонов когда он был уже при смерти отец христофор уже слепенький говорил в туле в епифане гаснет светильник батюшка не имел духовного образования да и то чему учили до революции по закону божию сельской школе и в лебедяне подзабыл недостаток систематических знаний по различным областям пастырской жизни остро ощущался и потому духовное образование было необходимо батюшка это видел и старался учиться самостоятельно тем более что господствовавший в стране атеизм обязывал священника узнать ответы на каверзные вопросы безбожников однажды батюшку спросили почему бог один а вер много а он ответил а почему партия 1 а там и левые и правые коммунисты и троцкисты и так далее и они замолчали частенько как сам батюшка говорил он не боялся вступать в открытую полемику с партийными работниками и в конце концов они склоняли голову не знает что возразить у нас же говорил батюшка нравственные цели одни и те же и у вас и у нас 10 заповедей за что же вы нас гоните почему считаете что мы губим народ батюшка от духа был очень сообразительный говорил если у тебя спросят как же ты веруешь в бога если его не видишь может его и нет отвечай а у тебя есть ум покажи его но не только необходимость защищать веру и христа вынуждала батюшку учиться сама по себе жажда знаний у него была огромная один раб божий говорил что в его библиотеке было до 14 тысяч книг и все с пометками так ли это или нет но книг у батюшки действительно было много и это в те-то большевистские годы когда религиозного ничего не издавалось и невозможно было эту литературу достать батюшка знал о существовании заочного сектора при московской ленинградской духовных академиях и семинариях однако подавать прошение о зачислении не спешил боялся что его могут рукоположить в архиерее а благословение божие на это не было он так и говорил нет благословения чтобы я был архиереем меня сразу поставили архиереем а мне сказано время тяжелое прошло и надо помогать людям высокая духовная жизнь батюшки уже тогда бросалась многим глаза и светское образование и начитанность выделяли его из общей массы людей после военного времени поэтому опасения батюшки были не напрасны и он медлил с поступлением однако же не долго с благословения владыки антония марценко в 1952 году он подал прошение о зачислении на заочный сектор при ленинградской духовной академии и семинарии тем более что владыка раньше обещал ему что он будет служить и заочно учиться владыка написал характеристику однако не сдержал своего слова и загрузил батюшку работой так что он не мог готовиться издавать экзамены у меня говорил он своя здесь академия здесь надо служить а ты будешь ездить туда-сюда надо заметить что отношение старого поколения священнослужителей прошедших дореволюционную школу духовного образования к новым семинариям советского периода было скептическим и владыка антоний не скрывал возмущение чему их там учат здесь накладывали свой отпечаток и сергианство и жесткий контроль со стороны властей и вообще жизнь в условиях большевизма но все-таки учили их там православию и даже во времена митрополита никодима когда в нашей церкви наблюдался сильный уклон в сторону католицизма тульское духовенство не принимала ересь латинство экуменизм новый стиль разрешение поста в субботу для желающих причаститься шестидесятые семидесятые годы в сознании пастыри новый стиль ассоциировался с обновленчеством после революции обновленчество в туле нанеслось сильный удар по церкви главный собор всех святский принадлежал им тихоновских церквей в городе было только две одна из них храм 12 апостолов поэтому вред от обновленчество с богослужениями на русском языке и с пустыми храмами был у всех еще памяти отец христофор был категорически против всего этого но его высказывания по этим вопросам были не отмирные лишенные страстности и спарливости и так после сдачи вступительных экзаменов батюшку зачислили в ноябре 1952 года сразу в четвертый класс семинарии на заочный сектор а учиться было некогда он то и дело по нескольку раз в год когда надо было сдавать или пересдавать зачеты писал в ленинград объяснительные профессору сергею алексеевичу купресову ректору протоиерею михаилу сперранскому чтоб сдачи не готов что просит потерпеть его хотя бы в числе плохих заочников ему назначали испытательный срок только по одной дисциплине а он все отписывался и отписывался батюшка и здесь был прост его объяснение обычно начинались словами почтительнейше уведомляю заочный сектор о том что в настоящее время для сдачи зачетов на заочной сессии не готов а заканчивал он их очень смиренно с глубоким извинением с благодарностью за все и самую искреннюю признательностью к вам много грешный евлоги никольский и так из года в год а что мог сделать инвалид 3 группы в свои 50 лет при врачебном диагнозе истощение нервной системы вследствие ее перенапряжения неврастения кардиосклероз коронарная недостаточность с нарушением проводимости аритмия сильные боли в области сердца и гипотония и вот такому больному как бы мы сейчас сказали доходяги владыка теперь уже антоний кротевич дает трудный приход храм апостола иоанна богослова в селе куркино и если было только одно куркино по распоряжению владыки батюшка будучи настоятелем храма в селе куркино получил введение одновременно храмы епифане папоротников себина любимовки осинова когда батюшка был веневом монастыре смотрел за храмами в селах аксиньи на ход уж ченцова велигош татарская города венева он обязан был посещать их не менее одного раза в месяц а вообще за свою жизнь батюшка восстановил восемь храмов до 1958 года когда его перевели в тулу он был благочинным различных округов необходимость наблюдения за ремонтом благоустройством порядком и службами обязывала батюшку часто посещать эти храмы делиться опытом давать советы и все это пешком его здоровье было подорвано а он все не терял надежды окончить семинарию и только в 1960 году находясь в туле отец евлоги по собственному желанию был отчислен груз оказался непосильным как не жалко было расставаться с учебы с великолепными преподавателями еще старой дореволюционной школы профессором протоиереем василием верюшским и еромонахом леонидом поляковым священником чубом федоровым вознесенским бояновским не лидовой но возраст и загруженность перевешивали отправляя батюшку куркина владыка правда обещал прислать помощников но и тут свое слово не сдержал когда батюшка собрал свои вещи в рюкзак пришел за благословением к владыке и напомнил ему о помощнике то владыка грозно сказал какие помощники а ну иди отсюда и выгнал батюшку ударив его посохом возвращаясь домой после этого неприятного разговора он не сказал ни слова не пожаловался никому но молча лег на постель закрыл голову подушкой и долго долго ни с кем не разговаривал пока не вернулась к нему спокойствие духа но никогда не осуждал он владыку батюшка в конце жизни сам об этом рассказывал говоря что владыка вспыльчив только внешне а на самом деле он исповедник много лет сидел в лагерях севера в архангельской области в кеме работал там на лесоповали в куркина храм был совсем разрушен служить сразу было нельзя 1927 году его закрыли и в главном пределе оборудовали бойню для животных от чего все стены были в крови потом там находились склады куркинского райпотребсоюза когда храм отдали в его зимней половине где пределы в честь святителя николая и святителя митрофана воронежского находился склад соли закрытого храма железную крышу разворовали от дождей купол начал протекать стены были все время влажными и большая гора соли превратилась в окаменевшую массу которую потом приходилось взрывать но намокшая соль настолько въелась в стены что они стали солеными вот такой храм достался батюшке надо было служить а дело было к зиме здесь он сильно простудил суставы особенно суставы рук которые болели потом до конца его жизни однако думать что главная причина его физической немощи и болезни явились внешние условия пастерской жизни или огромная загруженность по послушанию по окормлению паствы будет глубоко ошибочно старцы стареют от грехов наших они разбиты и больны не потому что в храме холодно не потому что за год приходилось изнашивать не одну пару обуви и даже не потому что многие люди некогда смотревшие на них как на врагов народа теперь видят в них нечто экзотическое нет председатель райпотребсоюза волев с ненавистью таскал батюшку за бороду а когда батюшка жил на улице котовского пьяные соседи из второй половины дома каждый раз как он получал пенсию избивали его и отбирали деньги нет из-за этого батюшка не болел наоборот благодарил бога болезни то эти и не болезни а так болячки они не крышки гроба вели а к смирению скашивает старцев наша христиан нераскаянность равнодушие беспечность презрение к их наставлениям нежелание подражать их жизни пришли получили исцеление по их молитвам и дальше грешим они-то каждый раз берут наши грехи на себя и накапливается этих грехов такая непосильная ноша именно она сводит прежде времени божьих людей в могилу долдоню долдоню каждый день одно и то же а кто меня слушает жаловался батюшка кто исполняет мне грешному господь положил жить до стопяти лет но заберет от вас раньше хоть бы один пришел и спросил как спасти душу а только куда деньги положить замуж выходить куда это куда то с этими словами батюшка за голову так брался и печалился сейчас не те времена сейчас нам только на молитве стоять просить покаяние но несмотря на это он никого не отвергал всех принимал пришел куркинский храм батюшка один а нужны были помощники первую очередь бухгалтер для ведения дел в селе таковых не было нашлась только одна женщина да это больная головой батюшку предупреждали кого вы берете а он отвечал а мне такие нужны там он и познакомился со своей будущей келейницей монахини михаилой в миру любовь ежалкина которая служила ему 30 лет умерла на в 1995 году осенью примерно лет за десять до смерти батюшка стал терять зрение из-за глаукомы ему предложили сделать операцию в калуге тогда матушка михаила сказала что из-за слепым будет ухаживать батюшка не решился на операцию но потом пожалел что отказался так как с матерью михаилой в него складывались напряженные отношения она была человеком с характером последствия много от нее перенес она его и швыряла и била забирала пенсию плохо кормила а уж об исчисленных укорах и ругань и говорить излишне и батюшка смирялся и говорил слепота и эти притеснения неудобства это моя схема в куркина днем работали в храме а ночью молились так сильно был разрушен храм но заботы о храмах опыт по их ремонту и восстановлению дали батюшки такой опыт который пригодился много много лет спустя уже на исходе его жизни когда с началом перестройки стали возвращать церкви храмы молодое духовенство тульской епархии потянулась к слепенькому батюшки за советами с чего начать как правильно сделать он и здесь сыграл неоценимую роль для церкви ибо труды о храмовом благолепии о стенах и крышах храма это такие же заботы какие мы уделяем нашему телесному здоровью душа то душой а что она может сделать если тело больное вот батюшкой болела возрождение церкви со своим опытом он был незаменим в вопросах восстановления литургической хозяйственной монашеской приходской жизни но как это было прежние послевоенные годы жизни церкви так это осталось и сейчас основная тяжесть по возрождению храмов и монастырей легла на плечи белых платочков это одна из страничек трагедии нашего народа дьявол над женщиной насмеялся тем что ее выставляет предметом похоти и соблазна а над мужчиной надругался тем что он данное ему от бога главенство по жизни променял на водку на деньги на суету и во всем подпал под каблук своей слабой половины вот и получается что женщина и в семье главенствует и на производстве они же и храмы возрождают и у священников первые помощники батюшка говорил то что делают женщины должны делать мужчины причем он не отделял себя от них но что значит вы выполняете то что мы не доделываем это с нас господь потом спросит с нас со священнослужителей батюшка очень хотел чтобы в храме николы зарецкого старинное название никола богатый как можно скорее начали совершать литургию известно его пророчество об этом храме когда храм еще не был передан епархии батюшка говорил что если в этом храме будет отслужена хотя бы одна литургия то тула будет спасена кроме того по словам батюшки в этом храме покоятся никому не ведомые мощи великого угодника божьего и действительно когда в 2001 году в тулу привезли мощи святого апостола андрея первозванного московскому священнику отцу сергию кашевникову в этом храме в северо-западной части было откровение ему был голос сказавший что здесь находятся мощи святой жизни человека по благословению правящего архиепископа алексия кутепова были произведены раскопки и обретены мощи жившего в середине 17 века и иеромонаха ефросина имя этого святого также было явлено по откровению некоторым людям он даже являлся в храме во время и после обретения мощей в храме стояла дивное благоухание и текли потоки мира от честной главы святого из надгробной плиты из камней лежавших возле главы когда храм был еще закрыт многие люди слышали исходящее из него пение слышали три святое херувимскую а кто-то видел исходящее из храма необыкновенный свет был свидетелем возрождения разрушенных святынь батюшка все же больше заботился о духовном просвещении народа он не мог не поучать так в нем действовала благодать духа даже в советское время когда нельзя было говорить открыто и за всеми священниками был надзор батюшка скажет одну две фразы но такие глубокие по смыслу что людям этого было достаточно для просвещения да и образ жизни его был такой что слова часто были не нужны молитвой своей он творил такие чудеса что по силе они были выше любой проповеди батюшка служил в веневе монастыре и очень любил этот храм там по завещанию батюшки его и похоронили монастырь древний 12 века батюшка говорил показывая рукою на кладбище при храме а сколько здесь лежит миру неведомых подвижников он часто приезжал туда служить обязательно в день своего ангела 12 сентября по новому стилю а то и на все лето венев монастырь действительно очень древний по преданию он был основан двенадцатом веке а верхний храм на втором этаже был построен ангелами за одну ночь сюда приходил преподобный сергий радонежский и оставил свой посох который после военное время еще сохранялся отец христофор тогда еще евлогий привез из какого-то разрушенного храма иконостас и установил его храме на первом этаже очень почитал батюшка похороненного слева от алтаря храма отца афанасия реутова положил рядом с его сенью камень над могилкой тогда стояла сень обозначил этим место своего будущего покоения он всем говорил что отец афанасий великий старец хотя он 30 лет был под запретом за скудоумие такова официальная формулировка архиерейского запрещения а народ шел к нему как прозорливому после смерти люди брали земельку с его могилки исцелялись в молодости отец афанасий остался вдовцом четырьмя детьми сыном и тремя дочерьми двое из них вера и анна похороненные рядом с отцом афанасием были очень благочестивыми и прозорливыми во время войны к ним шли за советом и то что они говорили исполнялось батюшка поименно знал каждую могилку на веневском кладбище и на всех служил панихиды ухаживал сам за кладбищем за могилами и конечно сажал везде цветы ему нравился и сам народ простой без хитростный жил батюшка на колокольне и сверху видел как на праздник местные жители очень любившие его несли ему еще горячие блины сердце человеческое доброе простое отпуская требы особенно от пивания люди приглашали его запоминальный стол а в день бывало и по нескольку треб получалось из-за стола и за стол батюшка говорил спаси господи я уже кушал а люди отвечали а мы батюшка не видели и уговаривали его еще покушать народ всей душой любил батюшку и батюшка любил народ это любовь у него была от матери он так сам и говорил любовь у меня от матери и когда он уже очень почтенном возрасте ему было около 70 лет попал в аварию и получил такие тяжелые переломы что врачи и не надеялись на выздоровление очередь к нему больницу имени симашка была как на крещение за водой шли вереницей целый день все врачи были просто потрясены что такое что это за человек фронтовикам не шли так как шли к нему а как батюшка любил службы для него это было жизнью храм иерусалим алтарь и голгофа и фавор одновременно и вся служба бога предстояние начиналось пение он садился на свой стульчик возле окна и говорил но я буду в гефсимании и тянул чёточки которые всегда висели в алтаре народ видел как он молился как служил и потому тянулся к нему в туле в храме святого димитрия солунского когда батюшка правил простую службу великим постом то есть когда не было литургии прежде освященных даров народ стоял битком нельзя было пройти и все чинной размере наклали поклоны вслед за батюшкой и выстаивали с половины восьмого утра до двух часов дня а записок на пост подавали гора такое к батюшке было уважение такая вера в его молитвы очень он чтил казанскую икону при святой богородицы как приходил храм святого димитрия солунского делал перед этой иконой всеземной поклон уходя тоже